здравствуйте уважаемые студенты мы начинаем восьмую лекцию вот по квантовой механике значит и начинаем ее с вами с актуального продолжения на самом деле того что у нас чем окончилась предыдущей лекции вот давайте повторим значит это я вам напоминаю идет параграф 4 который называется ха-ха-ха-ха сопоставление классической квантовой теории теоремы первым честа и там на точку поставить да вот здесь теоремы вот значит сопоставление вот эта самая классическая квантовой теории мы с вами провели уже на самом деле а вот до теоремы ренфеста пока не дошли значит о чем шла речь значит мы с вами познакомились на прошлой лекции с двумя важнейшими квантовой механики описаниями временной эволюции физической системы представлением шрёдингера и представлением гейзенберга вот значит ну и проводили все время так сказать между ними разные так сказать параллели разные связи устанавливали частности мы обратили ваше внимание на то что эти два представления унитарные эквивалентны то есть операторы и вектора состояния в обоих представлениях связаны унитарными преобразованиями но и вследствие этого на самом деле эволюция во времени средних значений она происходит по одному и тому же по одному и тому же ну подчиняется одному и тому же уравнению под происходит по одному и тому же закону вот несмотря на то что конечно там Естественно, в этих представлениях уравнения разные В представлении Шлёдингера основным уравнением динамики является уравнение Шлёдингера В представлении Гейзенберга уравнение уже операторное, уравнение Гейзенберга То есть они сами по себе разные, но средние значения изменяются во времени одинаково Вот, поэтому, в принципе, все равно, каким из них пользоваться Но практика показывает, вот если именно с практической точки зрения посмотреть То оказывается, что, конечно, представлением Шлёдингера пользоваться несколько удобней Ну, скажем так, в основном привычней, что ли Потому что вся проблема сводится к решению дифференциального уравнения Уравнения Шлёдингера Ну, а дифференциальное уравнение вы умеете решать? В общем, это не представляет большой проблем Это вам не операторное уравнение Вот с операторным уравнением на него иногда даже смотреть страшно Не говоря уж о том, чтобы решать Вот, зато, конечно, безусловно, есть плюсы и в представлении Гейзенберга тоже Зато в представлении Гейзенберга наиболее ярко проявляется вот эта вот формальная аналогия Между классической и квантовой теорией, о которой мы говорили И проявляется она в том, что уравнения, которые являются аналогами классических уравнений В этом представлении, в представлении Гейзенберга записываются не для средних Для средних мы записывали, а для самих операторов И когда записываются уравнения для операторов То они просто, так сказать, ну, сейчас я продемонстрирую Они просто не то, что напоминают, а практически тождественны классическим Если забыть, что там есть шапочки над операторами, то можно перепутать Вот, значит, ну, что я имею в виду? Ну, вот смотрите, значит, возьмем, например Я сейчас, может быть, не все тоже буду выводить Потому что я оставлю часть на семинары Там кое-какие есть коммутаторы Но у меня, например, на моих семинарах мы еще эти коммутаторы не проходили и не считали Так что у нас будет специальный семинар, где мы будем этому учиться Вот это, ну, х со стрелочкой или r можно писать Это уже дело вкуса Значит, это есть и деленное на h по уравнению Гайзенберга h, x Вот, под гамильтонианом я имею в виду, так сказать, наипростейший гамильтониан Значит, то есть кинетическая энергия Плюс потенциальная энергия И вот такой коммутатор с x, да? А дальше все очень просто x будет, естественно, коммутировать сам с собой И в том числе с любой функцией от себя Но если эту функцию можно разложить, допустим, в ряд Вот, ясно совершенно, он у от x будет коммутировать Он не будет коммутировать первым слагаемым, который описывает кинетическую энергию Значит, то есть остается и деленное на h Здесь у нас p квадрат на 2m, запятая x И вот я его дальше брать, этот коммутатор вычислять не буду А сразу напишу ответ Значит, это вы можете проверить Все это, так сказать, делается несложно А ответ, который получается, он такой Он очень примечательный Это p, деленное на m Ну вот, как раз к тому, о чем я говорил Что если, так сказать, забыть, что там стоят шапочки Слева стоит скорость dx по dt А справа стоит импульс, деленный на массу Ну, о чем речь-то? Ну, конечно, практически это классическое есть уравнение И можно продолжить dp по dt Значит, это будет i, деленное на h Гамильтониан, запятая p По уравнению Газенберга Но я ведь здесь считаю, что явной зависимости от времени нет, конечно Это не тот случай Вот, тогда здесь по-другому будет Здесь будет i, деленное на h А дальше, значит, выживает, соответственно Поскольку здесь p p будет, конечно, с p квадрат коммутировать Но не будет коммутировать с оператором потенциальной энергии u от x Вот, значит, p Ну и я тоже точно так же, значит, запишу сразу ответ Ответ такой Минус градиент u от x Вот Ну, тут надо тоже, конечно, по-хорошему Тут надо ставить эти самые шляпки Так вот Опять же, понимаете, уравнение второго закона Ньютона, да Изменение импульса во времени Есть, значит, этот самый Ну, сила, действующая на частицу Вот, прям второй закон Ньютона Прямо, так сказать, непосредственно здесь появляется Вот я и говорю Это операторные выражения Но если забыть о том, что там стоят шапочки То тогда, так сказать, здесь прямо просматриваются классические А вот теперь я плавно перехожу к теоремам Эрнфеста Значит, какой-то там пункт у нас была нумерацией 4.3 Значит, теорема Эрнфеста Это есть не что иное, как обобщение уравнения Ньютона В квантовой механике Вот, ну, уравнение Ньютона, уравнение динамики Значит, они обобщаются просто заменой Ну, там классические уравнения Значит, нужно классические величины Фигурирующие в этих уравнениях Заменить на среднее значение операторов Ну, частично мы с вами об этом говорили На прошлой лекции Давайте сейчас уточнять Значит, вот представьте себе Я беру Ну, мы не случайно, конечно, это все записали Вот это записано в Гезенберговском представлении Давайте возьмем от этого среднее По, значит, этому самому По вектору в представлении Гезенберга Вот, это я буду называть среднее здесь Ну, и вы понимаете Я вот, кстати, об этом четко не сказал На прошлой лекции, да, когда среднее искал Дело в том, что он не зависит от времени, этот вектор Поэтому он спокойно проносится внутрь производной Ну, как-то я об этом не сказал Просто имейте в виду Ну, и проносим, значит И тогда получаем следующее уравнение Из первого Значит, dx среднее по dt Равно по аналогии p среднее деленное на m Это мы получили из первого уравнения А из второго Ну, так же точно dp среднее по dt Равно А здесь вот, внимание Внутрь градиента, конечно, мы не сумеем пронести Никакой этот самый среднее Поэтому у нас будет минус Среднее от градиента Значит, u от x Так вот, и здесь среднее Сейчас все комментарии, они будут Вот, значит, во-первых, давайте их сформулируем Теорема Ренфеста Значит, звучит это следующим образом Уравнение эволюции во времени средних значений координат и импульсов Ну, то, что мы написали Уравнение эволюции во времени средних значений координат и импульсов Формально-тождественное уравнением Гамильтона Классической механики Сначала давайте договорю до конца Если все физические величины В скобках динамические переменные В обеих частях классических уравнений Заменить на среднее значение операторов Значит, уравнение эволюции во времени Средних значений координат и импульсов Формально-тождественное уравнением Гамильтона Классической механики Если Все физические величины Ну, то есть динамические переменные В обеих частях этих уравнений Заменить на среднее значение Квантовых операторов Ну, можно квантовых не писать Какие же еще у нас операторы Как уравнение эволюции во времени Средних значений координаты импульсов Формально-тождественное уравнением Гамильтона Классической механики Если Все физические величины Можно в обеих частях этих уравнений Заменить На среднее значение Квантовых механических операторов Ну, и вот это на самом деле Как вы видите Здесь это все Воплощение в жизнь Оно перед вами Две вот эти формулы Которые обведены рамочкой А теперь по поводу них Замечания Если можно Успели записать? Ну, тогда замечания Значит, замечания Вот какое В смысле, так сказать, интерпретации Полученных результатов Конечно, никто не говорит Что вот в итоге получаются Классические уравнения Они всего лишь навсего Эти уравнения Которые описывают Эволюцию средних Они всего лишь навсего Аналогичны классическим Похожи на классические Но никто не говорит Что эти уравнения Классические И я объясню почему Вообще они в принципе Не являются классическими Потому что в этих уравнениях В правых частях Стоят средние И эти средние Которые тут стоят Они вообще-то требуют Ну, вообще говоря Для вычисления Знания функции ПСИ Ну, допустим Или вектора Вот проблема То есть эти средние Они никуда не деваются Они там находятся Вот, поэтому Строго говоря Конечно, это Не классические уравнения Уравнения похожи И на классические На самом деле Ну, можно так вот Если поставить вопрос Со всем уже ребром Да Ну, примерно Так сказать В таком плане Поставить вопрос А при каких условиях Средние значения Будут подчиняться Классическому закону эволюции Вот, оказывается Значит, они будут подчиняться Классическому закону эволюции В той мере В которой можно написать Особенно по нижнему Это видно Значит, если вот Можно написать Что средняя От d От x По dx Значит, равно Я поставлю знак вопроса Значит, dp dx От u От x среднего Понимаете? Вот, если это можно написать Тогда да Тогда действительно Средние значения Будут подчиняться Законам эволюции Классической механики Ну, а в каком случае Так можно написать? Оказывается, ну, при Так сказать Таком Как сказать Существенном Несущественном Все-таки Значительном ограничении На гамильтониан То есть, оказывается Для того, чтобы Можно было так записать Гамильтониан Должен быть Я сейчас без всяких доказательств Полиномом не выше Второй степени По x и по p Ну, по x здесь у нас, конечно А по p, если то же самое Значит, попробовать Сделать для импульса Вот, то есть Это не все далеко задачи Да? Что это Получается? Ну, полином Второго Не выше второго порядка Значит, это Свободная частица Линейный гармонический Осциллятор И еще Мы с вами У нас их не было Но, в принципе Есть такие задачи Это движение Заряженной частицы В электрическом поле И в магнитном поле Все Значит, никакие там Так сказать Любимые потенциалы С этими самыми С острыми краями Они, конечно Сюда не проходят Вот А что же с ними? А с ними Это все на самом деле Тоже вот будет верно Но приближенно То есть Там Надо, так сказать Учитывать Что могут быть Некоторые, так сказать Расхождения с этим Это вот по поводу Значит, этих формул То есть Эти формулы Они действительно, так сказать Есть Эти формулы Говорят о том Что в определенном случае Эти эволюции похожи Но уравнения Строго говоря Не классические Ну и по поводу Самого Полиоренфеста Это, конечно Достаточно Интересная фигура Вот Полиоренфест Паулеренфест А поскольку он жил в России Так сказать Ну, некое время С 1907 по 1912 год Вот у него супруга была Русская Татьяна Алексеевна Афанасия Веренфест С которой он познакомился В Гиппингенском университете Что вы смеетесь? Афанасия Веренфест Через черточку Вот И они жили в России Он к ней поехал В Санкт-Петербург Да Его тут называли Павел Сигизмундович Вот Это На самом деле Очень интересный Конечно ученый И глубоко трагическая У него судьба Вот Потому что в итоге Он покончил Жизнь самоубийством Ну, тут Это, кстати Вечная загадка Написано Несколько его биографий И все задаются Вот этим вопросом Что, так сказать Его к этому привело Там, на самом деле Много чего у него было Вот Он очень переживал Что в это время Он жил же в это время Когда рождалась Квантовая механика Но так получилось Что он не принял Как он считал Практически никакого Участия в ее становлении А поскольку он дружил С выдающимися учеными С такими как Эйштейн Бор и так далее Вот он Так сказать Еще про себя и думал Ну, как же его друг Эйштейн Так сказать Столько всего и сделал А он, значит Вот И поэтому, так сказать У него там Определенный период жизни Он очень сложно протекал Так сказать Весь в депрессии Вот Но вот эта работа Она же очень интересная Эта работа Эта работа 1927 года Три страницы Причем Вот эти формулы Они на одной странице Там Получены Он их получил Совершенно, так сказать Ну, как Как Я не знаю В общем Я бы не сказал Что он Возможно Он не придавал Этому большое значение Но тем не менее Так сказать Ну, у него Основная идея была Что нужна Абсолютная ясность Во всем А представляете себе Вот как С абсолютной ясностью Преподавать Квантовую механику В тот момент Когда она зарождается А Вот представьте себе Ситуацию Он должен был Преподавать студентам Теоретическую физику В частности Квантовую механику А сам ее Не очень понимал Он этого Не стеснялся говорить А как ее Можно очень понимать В эти 20-е годы Когда она только рождается И поэтому Задание там давал Чтобы ему написали Что означает это Что означает то Вандерварден Спинорный Вот эти вот ему Теорию спиноров Разрабатывал По его просьбе И так далее Да Там много всего интересного Ну, это Вне, конечно Нашего курса Ничего не поделаешь Вот Ну, еще может быть Вопрос Почему это называется Теорема Значит, видимо Потому Он сам не называл Это теоремой Кстати говоря Вот Но есть другой взгляд На это А именно взгляд такой Что можно Эту теорему Постулировать Вот эти соотношения А потом из них Можно получать И вид Гамильтоняна И уравнение Шледингера Тогда вроде бы Как получается Что это теорема Ну, не знаю Окончательно не знаю Почему Почему это теорема В общем, вы видели Что у нас Это никакая не теорема Мы ее получили Это утверждение Просто как следствие Уравнение Значит, в форме Газенберга Так Ну, все, дорогие друзья Значит, я перехожу К следующей главе Эта глава У меня будет Под номером 6 Под номером 4 Не в ту сторону Палочку Под номером 4 И будет называться Она Значит, одномерное движение Ну, одномерное движение У нас с вами, друзья Как вы знаете Все практически Перенесено на семинары Вот Поэтому, собственно говоря На семинарах Оно и изучается Но кое-чего остается И здесь сделать тоже Поэтому несколько слов Я скажу Значит, и так Ну, и здесь Одномерное движение Естественно, в основе Значит, будет лежать Представление Шридингера Потому что Представление Шридингера Естественно, легче работать Здесь, понятное дело Вот Ну, и понятно Что в основе Так сказать Динамики системы Уравнения Шридингера Вот И Значит Ну, вот Давайте я напишу Раз уж надо Такой символ Д по ДТ Пси от Т Равно Аж На Пси От Т Вот Значит Ну, а Гамильтонян Как вы знаете Можно записывать Исходя из принципа соответствия Для простых систем Имеющих классический аналог Гамильтонян Получается просто Обобщением Классической функции Гамильтона Вот для одномерной задачи П квадрат на 2м Значит Плюс у От x Да Просто Расстановкой над Соответствующими Классическими величинами Расстановкой шапочек И превращением их В квантуи операторы Вот так получается Например, гамильтонян Здесь Ну, и В принципе В других системах У которых есть Классический аналог Значит Естественно Что Одномерное движение Ну, может показаться Что это Какая-то, так сказать Такая надуманная вещь На самом деле Нет Ну, во-первых Для чего надо изучать Одномерное движение Во-первых Большое количество задач Которые решаются точно А точно решаемые задачи Как вы знаете В любой теории Есть золотой фонд Этой теории И, конечно Так сказать Знать надо Безусловно Какие именно задачи И как точно решаются Ну, вот мы и старались Собственно говоря С вами Хотя бы немножко Этим заняться Я имею в виду Во время семинарских занятий Вот Во-вторых, конечно Одномерие Оно получается Как частный случай Трехмерие Когда решаются задачи Трехмерные Например Методом разделения переменных То на выходе Получаются уравнения Одномерные Допустим Если вы решаете задачи Там Допустим В Декартовой Прямоугольной системе Координат Или даже В сферической Там все равно Получается радиальное уравнение Оно все равно Так сказать Имеет вид Одномерного уравнения Поэтому это все получается И в результате решения Трехмерных задач Методом разделения Переменных Тоже Ну, основные задачи Да В координатном представлении Естественно Дифференциальное уравнение Штединга Которые все решают Ну, и основные задачи Которые здесь решаются В одномерном движении Они вам известны Это, разумеется Значит Ну, потенциальная яма Мы с вами с нее начинали Так сказать Вот Дискретный спектр Связанное состояние Непрерывный спектр Инфинитное движение Вот Затем Значит, это, конечно Свободное движение Прохождение Прохождение Через барьер То есть Туннельный эффект Затем Зонная структура Спектр В том случае Если у вас Имеются Периодические потенциалы Ну, и, конечно Очень важная задача Это линейный Гармонический Осциллятор И вот Именно ему Я и посвящаю Остаток Сегодняшней лекции Довольно длинный Остаток Это будет Параграф 1 Линейный Гармонический Осциллятор Вообще На семинарах По моей просьбе Ну, и я сам, конечно Рассказывал По моей просьбе Преподаватели Наверное Все-таки рассказали Я просил Чтобы рассказали Осциллятор В координатном Представлении Здесь будет На самом деле Другой Другой способ Описания Гармонического Осциллятора А именно Значит Здесь мы с вами Поставим другую задачу Задачу получить Конкретные результаты Вообще Не переходя Ни к какому Конкретному Представлению Оказывается Это можно Оказывается Можно получить Результаты Для некоторых задач Ну, в частности Для гармонического Осциллятора И на следующей лекции Еще для углового момента Мы будем делать Что-то похожее Можно получить Чисто алгебраическим Способом То есть Не выходя За пределы Абстрактного Гильбертова пространства Это само по себе Очень интересно Кстати Кстати Атом водорода Тоже Фокк же Таким же образом Тоже делал Но только Мы-то будем Конечно Вот атом водорода Мы уже не потянем Таким образом А гармонический Осциллятор Потянем Причем Даже обязаны Потому что Это очень важная Задача И нужно Конечно Гармонический Осциллятор Уж если вы Квантовую механику Изучаете Нужно хорошо Себе представлять Потому что Ну, конечно Это Физическая система Гармонический Осциллятор Она, конечно В квантовой теории Куда более Востребована И более широко Распространена Чем в классической Но это связано С определенными Так сказать Фактами О которых я буду Тоже попутно Рассказывать Вот Значит В результате Вот того Что мы сегодня С вами будем Проделывать С гармоническим Осциллятором Получается Весьма Такой вот Глубокий метод Который допускает Важные обобщения И является основой Методов вторичного Квантования Ну и Естественно Его различные Модификации Они применяются И с успехом Применяются И в квантовой теории Поли И в теории Конденсированного Состояния То есть В многочастичных Таких вот Направлениях Многочастичных Обобщениях Квантовой механики Вот Итак В чем состоит Задача 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 состоит В том Что нужно найти Стационарное состояние Системы с Гамильтонианом H Равно P Квадрат На 2m Кинетическая энергия Плюс М Омега Квадрат Х Квадрат Пополам Потенциальная энергия Вот То есть Фактически Нужно Решить Уравнение Стационарное Уравнение Шрёдингера H на Пси Е равно Е на Пси Е Вот Ну Естественно Ребята Вы конечно Знаете Классический Аналог Этой Задачи Это есть Значит Малые колебания Вблизи положения Равновесия Малые колебания Системы Вблизи положения Равновесия Под действием силы Которые Пропорционально Смещению Да То есть Это Так сказать Старый добрый Закон Гука Ну вот Который Ученики Так сказать В школе Постигают Ну вот А значит Ну вот Это так сказать Квантово-механическая Квантово-механическая Система Которая По тем же Законам Построена Что дальше Значит Что мы будем делать Значит Ну давайте Первое 1-1 В смысле Обезразмеривание Ну Имеется ввиду Что здесь Много констант От которых Желательно Было бы Куда-то Такой Уйти Чтобы просто Поудобнее Работать Именно с точки зрения Математической С этим Совсем Ну Заметим Что это уравнение Может быть записано Или переписано В следующем виде Значит H Причем Не просто H А мы поделим H на H Омега Это будет 1-2 Значит Здесь запишу я P Вот большое В квадрате Плюс Х Большое В квадрате Где Значит Ну H омега Понятно А вот Значит Х Большое Это есть Х маленький Деленный на Х0 Х0 Сейчас будет Расшифровано P большое Это есть P маленькое Деленное на P0 Значит Х0 Это есть Корень Из H Поделить На M Омега Это называется Характерная Асцелиторная Длина Я вот там Когда Рассказывал На семинаре Зачем-то Сказал Асцелиторная Длина Волны Ну вот так Бывает Что лишние слова Вырываются Волны Здесь ни при чем Конечно Просто Асцелиторная Длина Аналогично P0 Это есть Характерный Асцелиторный Импульс Вот Ну H Омега Понятно Характерная Энергия Асцелятора Раз уж Мы там Поделили Но это Вроде Очевидно Вот И обратите Внимание Вот на что Что значит Обычный у нас Коммутатор Х Запятая P Если они Небольшие Это у нас И H Да На единичный Оператор А если взять Большие То значит Х большое P большое Чему будет равен Такой коммутатор Ну надо поделить И на P0 И на Х0 И вы поймете Вот если вы даже Перемножите Х0 умножить на P0 Это будет H Правильно? Значит Вот тут будет И H В числителе И еще H В знаменателе На единичный Оператор То есть ответ Будет такой Что это есть Просто Значит А Извините И Ну на единичный Оператор Ну понимаете Математики пишут Эти единичные Операторы А физики Никогда Вот Поэтому я Пока еще пишу Но может быть Потом и Прекратим То есть это Просто И Да Вот Значит Да В таком виде Он так Немножко Попроще Начинает Выглядеть И это Все очень полезно И следующий Пункт 1.2 Ну я так Условно Напишу Разложение На множители Хотя Это не совсем Так Поэтому Я кавычки Ставлю Вот Это связано С введением Новых Операторов Очень важных Операторов Вот впервые Мы с вами Вводим Операторы Ну все время Мы использовали Эрмитовые Операторы Ну в крайнем случае Унитарные Вы помните Для каких целей А вот теперь Не те И не те Вот я ввожу Операторы Такие Смотрите Значит Ввожу Оператор А Это есть Единица Деленная На корень Из двух Значит Х Большое Плюс ИП И оператор А крест Который Есть Единица На корень Из двух Х Большое Минус ИП Вот Операторы Весьма Любопытные Да Значит Они Да Они Эрмитовые Сопряжены Друг к другу Но сами По себе Они не Эрмитовые Их нельзя Сопоставлять Никаким Физическим Величинам Физическим Величинам Как мы знаем С вами Сопоставляются Эрмитовые Операторы Вот А для чего Тогда они Нужны Оказывается Их вообще Важность Теории Гармонического Осциллятора Вообще На первом месте Они чрезвычайно Важны Именно Важны Тем Как они Действуют На собственные Векторы Гармонического Осциллятора Ну Гамильтониана Гармонического Осциллятора Значит Вот сейчас Мы с вами Это все Будем обсуждать А пока Вот Значит Такие операторы Которые На самом деле Очень важны Значит Вот давайте Мы с вами Построим Такой оператор А Крест на А Обычно Он называется Оператором Н Почему он называется Оператором Н Будет позже Ясно Значит А крест на А Но нам придется С вами Как говорится Тупо перемножать Ничего не поделаешь Значит Это будет Х Минус ИП А здесь Будет Х Плюс ИП Равно Одна Вторая За скобками Значит Смотрите Ребят Здесь конечно Х будет В квадрате Первое Что я вижу И конечно П будет В квадрате Минус И на И даст Единицу А еще Здесь будет Два Коммутатора Значит Один Коммутатор Вот такой Минус И Коммутатор Один Коммутатор Почему два Коммутатора Один Просто ИПХ И с плюсом Будет Х на П Значит Можно написать Минус ИП Запятая Х То есть Два Слагаемых Но они Образуют Коммутатор Вот Значит Вот это Вот у нас Такая у нас Комбинация Была Это есть Гамильтониан Деленный на Аш 0 Правильно Наш омега Какой Аш 0 Наш омега А это Значит Мы знаем Что это такое Это есть Вот этот вот Коммутатор Да Этот коммутатор Равен И Ну там ХП у нас был Он равен Значит Это минус И будет ХП просто Равен И А это Значит Минус И Ну и Что получается Значит Минус И на Минус И Получается Минус Одна Вторая На Единичный Оператор То есть Теперь Разворачивая И учитывая Вот это Значит Мы получаем Что в новых Вот в этих Обозначениях Гамильтониан Он принимает Вид H Омега На А Крест А Плюс Одна Вторая Ну вот Я Здесь Напишу Все-таки Единичный Оператор Чтобы Так сказать Все это Выглядело По крайней мере Математически Корректно Но обычно Физики не пишут Я вам говорю Да и мы Немножко Попишем А потом Я думаю Мы к этому Привыкнем И перестанем Писать Единичный Оператор Вот получается Такой интересный Вид У нашего С вами Гамильтониана Вот Значит Вот дальше 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 Всем становится Понятно Что вот этот Оператор N Ну почему Он N Я об этом Еще буду Говорить Значит Вот он Видите Где стоит Этот оператор Он на самом деле Просто линейно Связан с Гамильтонианом И Вместо того Чтобы исследовать Свойства Гамильтониана Можно вполне Исследовать Свойства Именно этого Оператора А чем Он интересен Вот он Как раз Эрмитов У вас Есть Там Задание Такое Задание Что нужно Показать Что оператор Там А крест На А Эрмитов Причем Для любого А Ну вот Он будет Действительно Эрмитов Вот Он линейно Связан с Гамильтонианом Что это Значит Это значит Что собственные Векторы У них Вообще Будут Одинаковые А собственные Значения Будут Линейно Связаны Друг С Другом У оператора Аш И у оператора Вот этого А крест На Почему Меня это Интересует Потому что Следующим Вопросом Мы ставим С вами Вопрос Но не Следующим А через Один Это вопрос О собственных Векторах Но на самом Деле Перед тем Как к нему Перейти К этому Вопросу Значит Нужно Несколько Вспомогательных Вещей Нам с вами Нужно Ну давайте Я это Вот сотру Значит Вспомогательных Несколько Формул Нужно Получить Вот это Важно Так Ну Даже Не знаю В принципе Это все Надо стирать В принципе Потому что Тема у нас Уже Другая Ну Гамильтаниан Стирать Не буду Так Это значит Мы с вами Показали Ну давайте Так Один Два Один Три Значит Алгебра Алгебра Операторов Алгебра Операторов Окресты А Так Первое Что нас будет Интересовать Это вот Такой Коммутатор А Запятая Окрест Его Ребят Придется Считать По Определению Значит Вон у нас Определение А И окрест Я извиняюсь Что А может быть Я их там Посчитаю Чтобы Далеко Не убегать Давайте Я здесь Посчитаю Значит Ну вот Один И три Алгебра Потому что Очень трудно Ворочать Головой С одной Доски На другую Значит И так А Запятая Окрест Равно По Определению Вот У нас Определение Есть То есть Это будет Одна Вторая Господа Значит Здесь Нужно Написать Х Плюс ИП Х Минус ИП Равно Так Ну вот Смотрите Друзья Мои Х С Х Коммутирует П С П Коммутирует Такие То есть Такие Коммутаторы Нулю равны Значит Нужно Оставить Два Из них Которые Ну Дают Ненулевой Вклад Это значит Х С П И П С Х То есть Это Одна Вторая А здесь Будет Такой Коммутатор Значит Там И еще Надо И Не ошибиться Значит И Умножить На П Запятая Х Вот Такой Коммутатор И Минус И На Х Запятая П Вот Дальше Только нужно Понять П На Х Это Минус И А Х На П Это Плюс И И Тогда Это Одна Вторая Здесь И На Минус И Это Что Это Просто Единичка Ну Единичный Оператор И Опять Минус И На И Еще Один Единичный Оператор Чего мы Получаем В итоге Мы Получаем Один То есть Видите Что Получилось Что А И А Крест Такой Коммутатор Он Равен Просто Единичному Оператор Вот Что Дальше Значит Дальше Нас Будет Интересовать Нас Будут Интересовать Коммутаторы Вот с этим Оператором А Крест Роль Роль Потому Что Он Связан С Гамильтон А Нам И Мы На Самом Деле Переходим К Тому Чтобы Изучать Его Свойства Потому Что Ну Они Линейно Связаны Его Свойства В Известном Смысле Очень Похожи Связаны Со Свойствами Гамильтониана Поэтому Нас Будут Еще Интересовать Пара Этих Самых Пара Коммутаторов Которые Будут Важны Ну Давайте Может Быть Мы Здесь Сделаем Чтобы Особенно Далеко Не Уходила Мысль Значит Первый Коммутатор Который Н Интересует Это Н Вот Этот Оператор Н Про Который Я Скал Окрест На Значит И А Крест Ну Или давайте А сначала Хорошо Пусть А Хотя Это Все равно Значит Он Считается По Обычным Правилам Как Считаются Коммутаторы Значит А Крест На А Запятая А Вот Значит А Крест Пойдет Из скобок Налево И Тут Останется А Запятая А Ну Такой Коммутатор Просто Очевидно Равен Нулю А Потом А пойдет Из скобок Направо И тут Получится А Крест На А И На А Равно Но это Ноль Это Будет Равно Как вы Видите Здесь Все Упирается В коммутатор А Крест И А Но он Будет равен Минус Единице Потому Что Надо Поменять Местами Вот В этом Коммутаторе Оператора И Получится Что это Равно Значит Минус А Ну то есть Коммутатор Н и А Равен Минус А Вот Значит Ребят Полностью Аналогично Вычисляется Такой Коммутатор Н И А Крест Тоже Нам Нужен Будет Но Только Он Будет Он Будет Равен А Крест Причем С Плюсом Это Вы Можете Проверить Самостоятельно По Тем Жесам Правилам Значит Все Делается Я Просто Это Делать Сейчас Не Буду Потому Что Там Разницы Никакой Нет Вот Следующий Пункт Вот Следующий Пункт Тогда Разрешите Я Отсюда Как раз И Начну Вот Значит Это Следующий Пункт 1.4 Собственные Векторы Вот Значит Я Здесь Пытался Начать Но Лучше Было Действительно Там Это Делать 1.4 Собственные Векторы Векторы Оператора N Как мы с вами договорились Мы будем изучать Именно вот эти Его Собственные Векторы Значит Собственные Векторы Оператора N Вот Ну Вначале Придется Сделать Предположение Математически Мы уже с вами Привыкли Что подобные Предположения Мы делаем Вначале Придется Сделать Предположение Что у него У этого Оператора То есть У оператора N Имеется Хотя бы Один Собственный Вектор То есть Уравнение На его Собственные Векторы Которые Можно Вот так Написать N На Лямбда Равняется Лямбда Это Собственные Значения На Лямбда Что это Уравнение Имеет Решение Хотя бы Одно Отвечающее Естественно Вещественному Значению Лямбда Это все Понятно Он у нас Эрмитов Оператор По другому Не должно Быть Вот хотя бы Одно Решение В своих Предположениях Дальше Я буду Считать Что это Решение Вот мы С вами Предположим Что это Решение Принадлежит Дискретному Спектру Ну это Разумеется Что лямбда Значит Из пространства H И я буду Считать Что он Принадлежит Дискретному Спектру Что на самом Деле Изначально Совершенно Не очевидно Правильно Вот Но тем не менее Давайте попробуем Так сказать Найти решение Именно в таком Классе Когда у нас Вектора Принадлежат Дискретному Спектру Если Что-то Такое Так сказать При этом Не получится Ну там Можно подумать Об обобщении Значит Если он Принадлежит Дискретному Спектру То это Означает Что этот Вектор Нормирован На единицу Вот именно Это Мы С вами И будем Предполагать Именно Это Мы с вами И будем Предполагать А затем А затем А затем Все очень Просто Поехали Значит Одно Решение Есть Один Собственный Вектор Оператор Н Есть Мы Предположили Мы его Берем И действуем На него Оператором А крест Но этого нам Мало Мы еще Подействуем И оператором Н Что мы Сделаем Дальше Дальше Мы их Н и А крест Поменяем Местами И напишем А Крест На Н Но это Нельзя их Просто Менять Местами Они же Не коммутируют Поэтому То что мы Их поменяли Местами Нужно Скомпенсировать Коммутатором Вот тогда Это будет Правильно Вот я Скомпенсировал Коммутатором Если вы Его раскроете Все получится То что и было В начале Хорошо Теперь смотрите Вот это Собственный вектор Оператор Н Отвечающий Собственному Значению Лямбда Вот этот Коммутатор Мы с вами Только что Считали И он равен Просто А крест Значит Что у нас Тут будет Ну у нас Тут будет Смотрите Это Подействовав На лямбда Выдаст Собственное Значение То есть Тоже Лямбда Это значит Будет А крест На лямбда Плюс А крест Закрыли Скобку На лямбда Ну лямбда Это число Понимаете Значит Число Выносится За все Операторы И можно Вынести Даже лямбда Плюс Один В итоге Получается Очень Примечательная Вещь В итоге Получается Что если Мы стартовали С вами С некоторого Собственного Вектора Отвечающего Собственному Значению Лямбда То В результате Действия Оператор А крест На него На этот Собственный Вектор Мы получаем Так же Собственный Вектор Оператора Н Видите Но Который Уже Отвечает Собственному Значению Лямбда Плюс Один Да Да Спасибо Спасибо Это вечная Проблема Смотришь Вплотную И ничего Не видишь А когда Сидишь Вдалеке Спасибо И смотрите Пожалуйста Потому что Если я Какие-то Ошибки Тут не дай бог Буду делать Потом придется Их уже Исправлять В записи А это Не очень Удобно Лучше Сейчас Исправлять Спасибо Большое Вот Значит Так еще раз Я мысль Хочу довести Это так сказать Правильно Что мы Исправили Ошибку Но мысль Оказалась Смазанной В итоге Значит Смотрите Если у нас Есть Некоторый Собственный Вектор Отвечающий Собственному Значению Лямбда То тогда Тот вектор Который Из него Получается В результате Действия Оператора А крест Также Является Собственным Вектором Н Отвечающим Уже Собственному Значению Лямбда Плюс Один И Аналогичную Вещь Мы с вами Проделаем Теперь С этим Вектором Подействовав На него Оператором А Значит И еще Вот тоже Оператором Н Ну ребята Это так сказать Полезное Упражнение Давайте Разрешите Я это Проделывать Не буду Все делается Точно так же Ну то есть Аналогично Тому что было И получается Здесь Лямбда Минус Один То есть Вот это Вот есть Собственный Вектор Оператора Н Отвечающий Собственному Значению Лямбда Минус Один Понимаете Вот Вывод Общий Ребят Вывод А вывод Собственно Говоря Такой Что Вот Используете Операторы А кресты И действуя Ими На собственный Вектор Оператора Н Мы получаем Или можем Получить с вами Целую цепочку Цепочку Собственных Векторов Этого Самого Оператора Н Которые Будут Отвечать Собственным Значением Значит Цепочка Собственных Векторов Оператора Н Которые Отвечают Собственным Значением С Собственными Значениями Собственными Значениями Лямбда Лямбда Плюс Минус Один Лямбда Плюс-минус 2 И так далее Ну вот, ребята, именно поэтому, наверное Эти операторы имеют название Ай-окрест повышающие Или понижающие операторы Потому что, значит, по существу Как вы видите Они действуют именно таким образом Они либо увеличивают значение лямбда На единицу Либо уменьшают значение лямбда на единицу Значит, это с вашего разрешения Я тоже убираю Вот, а следующий пункт Следующий пункт Вот он как раз и будет означать Их называют повышающие и понижающие Либо еще лестничные операторы Ну или повышающие и понижающие Вот, то есть, как они действуют Можно написать уже сейчас Значит, акрест Действуя на собственный вектор Операторы Н, отвечающего Собственному значению лямбда Дает, ну скажем С точностью до некоторой константы Также, значит, дает Собственный вектор Отвечающий уже Собственному значению Лямбда плюс 1 А А Он соответственно Уменьшает на единичку лямбда То есть, действуя на собственный вектор, отвечающий собственному значению лямбда, он дает с точностью до общей константы вектор, отвечающий значению собственному лямбда минус 1. Значит, это да, это правильные формулы, но здесь нужно определить, конечно, эти коэффициенты c и d, о чем мы с вами еще поговорим, мы их позже сегодня определим. Вот, а пока просто скажу, вот как они действуют, вот почему они называются, повышающие или понижающие, или лестничные. Значит, ну лестничные, наверное, менее, так сказать, широко используются, хотя такой термин тоже в литературе и есть. Ну вот, а теперь с точки зрения, давайте дадим, так сказать, ну какие-то сделаем умозаключения в целом по поводу спектра. Ну, по поводу спектра оператора N, а вместе с ним, конечно, и оператор Гамильтон. Вот смотрите, значит, на самом деле, из самых общих соображений, понятно, что могут реализоваться две возможности. Значит, возможность номер один. Возможность номер один – это то, что лямбда любое. Ну, то есть никаких ограничений на лямбда нет. Но если лямбда любое, на него никаких ограничений нет, то понятно, что мы можем получить... Можем получить... Можем получить лямбда больше нуля и лямбда меньше нуля. Могут быть и положительные и отрицательные значения лямбда. А может быть другая возможность. Вот представьте себе, если лямбда ограничена снизу, если лямбда больше или равно нулю. Почему так? Это немножко позже. Вот если лямбда больше или равно нулю, то оказывается, что в этом случае лямбда будут обязательно только лишь целые положительные, но целые не отрицательные. Только целые не отрицательные значения лямбда. Ну, обязательно включающие ноль. Так вот, на самом деле, почему я об этом завел разговор? А потому что это вполне реальная вещь. То, что спектр ограничен снизу. Только, конечно, это не из наших вот, из этих вот, так сказать, умозаключений следует. Это нужно показать независимо. Но показать независимо это несложно. Смотрите, в самом деле. Так, я сегодня без перерыва читаю, потому что у нас сегодня дело. Мы сегодня на дело идем. Вот. Значит, смотрите, пожалуйста, ребят. Что такое лямбда? Его можно записать как среднее значение от оператора N. Или, если угодно так, лямбда, а здесь, соответственно, А-крест на А. Вот. Ну, вы же знаете прекрасно, что в диракских обозначениях тем, так сказать, они нам и милы. Можно вот так вот скобочки расставить. А после того, как мы так вот с вами расставили скобочки, становится ясно, что то, что стоит здесь, это есть квадрат нормы вот такого вот вектора, лямбда А. Ну, а квадрат нормы, не мне вам объяснять, господа, это величина положительно определенная. Вот. Ну, уж не отрицательная точно. То есть отсюда мы получаем, что лямбда, то, что я и говорил, больше ли равно нулю. Но мало того, мало того, на самом деле мы даже чуть-чуть больше получаем. Потому что вы все знаете, это же свойство нормы, да? Но также точно там, значит, в этих вот свойствах нормы есть такое, что вот эта, значит, нулевая часть равна нулю тогда и только тогда, когда это чего? Нулевой вектор. То есть А на лямбда должно быть нулевым вектором. Ну, вы же знаете прекрасно, что нулевой вектор у нас никакое состояние не описывает, поэтому должен быть просто ноль. Ну, и давайте я уточню, потому что лямбда здесь у меня не уточнилась пока. То есть еще раз, вот это свойство, которое говорит о том, что ноль здесь получается или равенство нулю тогда и только тогда, когда вот это вот нулевой вектор. Это значит, что среди собственных значений должно быть лямбда равное нулю, раз лямбда равно нулю, значит лямбда равная нулю, правильно? Вот, то есть должен быть вектор, собственно, и отвечающий собственному значению лямбда равная нулю, для которого будет выполняться вот это соотношение. Вот это соотношение наиважнейшее значение имеет, потому что это соотношение препятствует дальнейшему спуску вот по этой лестнице вниз. Смотрите, мы доходим до состояния, в котором лямбда равно нулю, а дальше, действуя на это понижающим оператором, дальше ниже пройти не можем. Вот это как раз и говорит о том, что спектр ограничен снизу, понимаете? То есть это вот то самое соотношение, наиважнейшее, которое мешает нам, так сказать, протиснуться ниже по этой лестнице. В отрицательное значение лямбда мы, господа, не попадаем. Вот благодаря этому соотношению. Значит, общий вывод, общий вывод, но опять же такой локальный, пока еще не общий, а локальный вывод. О том, что, значит, положительная определенность, да, вот этого оператора, n, или ограниченность его спектра снизу, дает нам возможность сделать заключение. Значит, что все собственные значения, во-первых, больше или равны нулю, во-вторых, обязательно среди этих собственных значений существует собственное значение лямбда, равное нулю. Вот. Ну, а теперь, после этого мы можем написать и спектр. Ну, собственно, что? Мы знаем, что там цепочка, да, мы же говорили, цепочка лямбда, лямбда плюс-минус один, но минус надо забыть, конечно. Если мы с нуля начинаем, значит, в отрицательную область мы не пойдем, не сможем. Значит, лямбда равно 0, 1, 2 и так далее, то есть равно n. n – это, значит, n, еще раз говорю, это натуральный плюс 0, то есть это неотрицательные целые числа. Вот, 0, 1 – это двойка. Вот. Ну и, соответственно, собственные значения энергии осциллятора, это будет… Ну, это, я уже стер здесь у нас довольно долго был гамильтониан. А, нет, на самом деле, вот он, гамильтониан. Вот. То есть сюда просто вместо n подставляются его собственные значения 0, 1, 2, 3. И мы с вами получаем h омега на n плюс 1, 2. Вот. Это спектр. Как для оператора n, так и для гамильтониана. Так и собственные значения энергии. Естественно, друзьям, да, ну, как вы видите, уже одна победа у нас есть. Эту формулу вы знали. Мы ее получили, так сказать, с вами чисто алгебраическим методом, о котором я говорил. Естественно, здесь возникает вопрос. И должен возникать вопрос у всех, так сказать, вот, кто любит математику. Должен возникать вопрос. А все ли, господа, все ли собственные значения лямбда мы с вами таким образом нашли? А вдруг мы какое-то из них забыли? Ну, естественный вопрос. Это вопрос. Ответ. Все нашли. Значит, как понять, что мы ничего не забыли? Ну, как бы, так сказать, можно пойти от противного. Смотрите. Предположим, что есть некоторый лямбда штрих, который мы почему-то обошли вниманием и забыли. Непринадлежащий вот к этим, да? Но мы с вами знаем, что вследствие того, что есть операторы а и окрест, мы, на самом деле, это лямбда штрих, оно не ходит одно, да? Оно с собой тянет цепочку. Цепочку собственных значений, отвечающих тоже собственных векторов, отвечающих собственным значениям лямбда штрих плюс-минус один, лямбда штрих плюс-минус два и так далее. То есть цепочка целая тянется. Ну и если вот эти величины не есть целые неотрицательные числа, то спектр не будет ограничен снизу. Да. Ну а что, он не дискретный? Об этом будет разговор, если успею. Если нет, вам лично расскажу. Вопрос правильный по существу. То есть полная система получается. Вот об этом был вопрос, да? Полная система на самом деле. Это можно доказать, но только я на лекции не буду доказывать. Но я расскажу, как доказать. Полная система. Вот, значит, по крайней мере, все собственные значения, которые вот здесь были написаны, мы нашли. То есть это новых никаких там не предвидится. Значит, мы нашли все собственные значения, это операторы дискретные. Так. Теперь интерпретация. Это очень важный момент. Давайте поговорим об интерпретации. Просто я боюсь, что я сегодня... Я буду, конечно, очень стараться, но у нас же еще сегодня мероприятие. Вот. Значит, интерпретация. Интерпретации на самом деле есть две, ребята. Я хочу, чтобы вы прониклись этим. Значит, первая традиционная. И она же одночастичная. Значит, это традиционная в том смысле, что мы считаем гармонический осциллятор как одночастичную систему. То, к чему мы привыкли с вами в квантовой механике. Одночастичная. Плохо, да? Надо написать. Частичная. Вот. И тогда получается, что есть основное состояние с энергией Е нулевое, которая есть аж пополам, деленная на два. Ну вот, Н равное нулю. Ну и дальше можно получать возбужденные состояния при помощи действия на это основное состояние операторами повышения. Вот. То есть это традиционное. Но кроме этого, есть еще многочастичная интерпретация. А многочастичная интерпретация, ну я сейчас, конечно, о ней расскажу, но она, это все-таки в квантовой механике не используется. Все-таки это уже, когда переход к квантовой теории поля осуществляется. Вот когда речь идет о многочастичной интерпретации, нужно взять за основу гамильтониан, записанную в таком виде. Вот в таком виде. И, глядя на это гамильтониан, говорят, а это вовсе не одночастичная система. Это система Н тождественных частиц, которые вообще-то говорят о тождественных в квантовомеханическом смысле. Это особый будет разговор, что такое тождественные частицы. Это мы будем с вами обсуждать в следующем семестре. Но самое главное сейчас для нас, что это много частиц, они не взаимодействуют друг с другом, и у каждой энергия H омега. Вот. Каждая частица имеет энергию H омега. Их много, бесконечно много. Вообще число частиц меняется. Ну, может меняться. Может меняться число частиц, но собственные векторы гамильтониана или собственные векторы оператора N отвечают определенному значению числа частиц. Ну, вот вы видите, H омега. А это смысл вот этого. Это и есть число этих самых частиц. Поэтому он называется оператор числа частиц. Значит, N равное А крест на А. Это оператор числа частиц. Каких частиц? Ну, вот на самом деле, когда используется, когда это все, поскольку это все используется для вторичного квантования, естественно, значит, еще их называют там квази-частицами. Ну, собственно говоря, это вот те, которые частицы, которые и возникают в результате проведения вторичного квантования. В нашем случае это могут быть, например, фаноны, кванто-звуковых колебаний. Вот, но это те же фотоны, так сказать, но только не векторные. Все-таки фотоны векторные, а наши, так сказать, скалярные. У нас тут векторного характера нет у этих частиц. Вот. Значит, разные, так сказать, частицы могут быть зависит от физической задачи. Ну, вот, которые описываются таким образом. Значит, число частиц, это и есть N, собственное значение этого оператора. И собственные значения H гамильтониана характеризуются определенным значением числа частиц. N, это число, собственное значение, это число частиц. Поэтому отсюда следует, например, состояние, где N равно нулю. Это вакуум. то есть это состояние без частиц. Как определить вакуумное состояние? Определяется вот этим самым замечательным уравнением. Я еще раз его переписываю. Это же ведь в то же время, вы понимаете, это есть уравнение, из которого можно найти вектор состояния вакуума. Вот. Значит, операторное уравнение, возможно, тяжелое операторное уравнение, но из него находится вектор состояния наинизшей по энергии, это вектор состояния вакуума в таком подходе. А зачем? А затем, а затем, а затем, так сказать, что делаете? Берете этот вакуумный вектор найденный и действуете на него, сколько вам, так сказать, нужно, операторами повышения. Эти операторы будут создавать возбужденное состояние. Ну и поскольку речь идет о частицах, о частицах, то тогда, значит, они поэтому и носят названия немножко другие, когда это многочастичная интерпретация имеется в виду. А крест называется оператор рождения частицы, а А называется оператор уничтожения частицы. Ну, уничтожение, конечно, звучит немножко грустно, вот, но тем не менее, так сказать, все-таки, как говорится, это вам не кот Шрёдингера, живодер тоже мне придумал метод умерщвления кота. Вот, все-таки, так сказать, частицы, они не живые существа, ну ладно, пусть уничтожаются. Итак, оператор рождения частицы и оператор уничтожения частицы. Это, соответственно, А, А крест и А, Б. Рождение и уничтожение. Ну, а Н число частиц в соответствующем состоянии писать не буду, вроде и так понятно. Так, теперь, теперь мы кое на чем с вами остановились и не доделали, а надо доделать. А, вакууме, вакууме, вакууме. Угу. Ой, ну вы понимаете, вакуум, конечно, в этой, вот, в квантовой теории поля, это не совсем пустое пространство. Это сложно очень понимать. Давайте я скажу, вот, попробуйте, так сказать, как-то с этим согласиться или не согласиться, но это, это не совсем пустое пространство, это такое пустое пространство, которое чревато рождением частиц. То есть, они оттуда могут родиться. То есть, там, в вакууме, честно говоря, там много чего творится, мы этого не видим. В частности, вот эти частицы виртуальные, ими там, так сказать, все кишит. Они могут стать реальными при определенных условиях. Родиться из вакуума. Вот это мы с вами обещали доделать. Ну, вот, действия лестничных операторов, правильно? Было у нас желание. Так. Так. Ну, теперь мы уже вооружены, правильно? А можно, ребят, я так вот сделаю такой, так сказать, трюк, я здесь просто сотру лямблы и напишу N, чтобы мне лишний раз не писать. Ничего, вы меня простите. Ну, лямбда же равно N. Вот мы получили. Вот. И теперь нам нужно найти C и D. Ну, давайте вот с этого начнем. С первого соотношения. Давайте его, эрмитово, сопрягаем и получаем N с носиком в эту сторону. Дальше вместо окреста будет просто A равно C комплексно сопряженное N плюс 1. И образуем из них скалярное произведение. То есть напишем N, здесь будет A, дальше A крест, дальше N, дальше будет, конечно, C по модулю в квадрате, N плюс 1, N плюс 1. это, конечно, 1, но исходя из того, что мы предположили в начале. А это? Ну, а это значит у нас вот это вот, выражается через N большое, оператор числа частиц, плюс 1. Правильно? В итоге, раз это собственный вектор, отвечающий собственному значению N маленькая, отсюда мы получаем, что C, обратите внимание, фазу здесь не уловить, поэтому с точностью до общей фазы, как всегда, общая фаза ненаблюдаема, значит, C будет равно корню квадратному из N плюс 1. Ну, вот, таким же точно способом, господа, определяется и D. Вот, я сейчас не буду... Или тут что-то непонятно? Все понятно? А откуда единица взялась? Потому что у нас с вами А крест на А равняется N, но если мы переставляем их местами, у нас будет N плюс 1. Коммутатор А и А крест равен единице. Вот там мы их считали. Вот. Ну и второй, собственно говоря, значит, давайте я их напишу просто, вот, так сказать, суммируя, напишу вот здесь вот выражения, в которых уже явный вид будет. Значит, явный вид здесь будет такой. Корень из N плюс 1 на N плюс 1. А здесь будет... Вот обратите внимание, ребят, что здесь, вообще говоря, нет симметрии. Хотелось бы очень здесь написать корень из N минус 1, но это не так. Здесь будет просто корень из N. Это вы можете проверить. В частности, частный случай, да, вот этого, частный случай этого, это вот то самое наше соотношение, которое определяет вакуумный вектор. То есть, которое мешает дальнейшему спуску вниз. Что дальше делают? Значит, как ищут полную систему собственных векторов? Систему собственных векторов ищут так. Значит, сначала, сначала, господа, решается уравнение A на 0 равняется 0. Отсюда находится основное состояние, то есть, вакуумный вектор. И затем на него действует необходимое количество раз операторами рождения или операторами повышающими. В итоге, значит, что получается? Ну, вот я вам по порядку. Значит, состояние с одной частицей, это есть А крест разделить на корень из единицы факториал на 0. Состояние с двумя частицами, это есть А крест в квадрате разделить на корень из 2 факториал на 0. Ну и так далее. Методом математической индукции получаем, что n равно А крест в степени n на корень из n факториал на 0. Вот так получаются все эти базисные векторы. Значит, все собственные векторы. Ну и в итоге можно показать, я не буду это делать, что система будет орто-нормирована. Это можно показать. Значит, вот есть ряд замечаний математического характера, которые, видимо, мне придется опустить. Но давайте я словами скажу, потому что кое-что нужно показать вам. Значит, а вот то, что я опущу, это вот то, что я хотел как раз вам сказать. это то, что, значит, показывается, это легко показать, что оператор n сам по себе образует полный набор. Раз он образует полный набор, ну, так же, как оператор x или оператор p, то есть, для того, чтобы охарактеризовать его собственный вектор, достаточно одного значения, одного числа n. Никаких других операторов, так сказать, не нужно выводить, для того, чтобы фиксировать его собственные векторы. То есть, это значит, что ни одно из собственных значений не является вырожденным. Вот, ни одно из его собственных значений не вырождено, мы нашли все собственные значения, а это значит, что мы нашли все его собственные векторы. Мало того, из этого следует такая вообще вещь, что если на систему его собственных векторов натянуть пространство, то это будет именно Гильбертово пространство. Это можно, эту вот ситуацию можно довести до конца. То есть доказывается, что векторы из этого пространства удовлетворяют всем требованиям, которые предъявляются к векторам из Гильбертового пространства. То есть никакого здесь непрерывного спектра, увы, нет. Вот, это просто я без доказательства, простите, и без всяких, так сказать, отсылок, но Мессия, кстати, об этом пишет. Вот, а теперь то, что действительно важно, это координатное представление. Это мне нужно обязательно вам показать, и это будет на сегодня все. Ну, займу я немножко времени. Там, наверное, уже у нас будет сейчас открываться все. А я вам минутки на три позже. Ничего страшного, там не такая сложная. Не такая сложная-то, как она называется. Тест не такой уж и сложный. Значит, и так координатное представление. Координатное представление строится при помощи... Ну, это вот один точка, чего там будет. Я уже потерял счет. Спасибо большое. Координатное представление. Так вот, координатное представление строится при помощи таких функций. Кси на Н. Это есть Пси, Н от Кси, где Кси, разумеется, это есть Х, деленное на Х0, ну, то есть безразмерная координата. Вот, как всегда, как я и говорил, система точно такая же. Сначала решается вот это уравнение. А на 0 равно 0. Но только А ему соотвечает такой здесь оператор. Без вывода я даю. Значит, плюс Д под Кси. А крест ему отвечает единица разделить на корень из двух. Кси минус Д под Кси. Поэтому вот это уравнение, да, оно превращается в дифференциальное. Значит, дифференциальное, ну, вот такое, значит, Кси плюс Д по Д Кси. Значит, здесь будет Кси, здесь 0. Равно 0. То есть это такое уравнение. Д Кси 0 поделить на Кси 0 равняется минус Кси Д Кси. Ну и ответ такой Кси 0 это есть. Значит, С нулевое на Е в степени минус Кси в квадрате пополам. С нулевое из соображений нормировки есть единица, деленная на корень четвертой степени из П. Это вот основное состояние линейного гармонического осциллятора в координатном представлении. Чтобы найти возбужденные, надо действовать вот по этой схеме, вот по этой формуле. Я просто из них... Да. Спасибо большое. Мне заканчивать уже надо вот в чем делать. Так, пишу теперь возбужденное состояние Кси Н. Это есть Пси Н от Кси. И вот по этой формуле единица, деленная на корень из Н факториал. Вон он там стоит. А здесь еще одна вторая будет. Два в степени Н на Кси минус Д. Наверное, надо писать Д большое. Д по Д Кси в степени Н. Единица, деленная на корень из 4 из Пи, корень четвертой степени из Пи на Е в степени минус Кси в квадрате пополам. И это можно записать. Я заканчиваю в таком виде. Единица, деленная на корень из 2 в степени Н. Н факториал корень из Пи. Значит, здесь будет Е в степени минус Кси в квадрате пополам. И здесь полином Эрмита от Кси. Полином Эрмита от Кси, ну то, что обычно всегда и пишут, значит, это есть минус единица в степени Н, Е в степени Кси в квадрате, Кси в квадрате, Д, Н по Д Кси в степени Н от Е минус Кси в квадрате. Классические ортогональные полиномы, одни из. Это полиномы Эрмита. Вот это вот важная формула. Давайте мы ее обведем. Это и есть те самые функции. Кстати говоря, известный из математики факт, что эти функции образуют... Они, во-первых, система функций является полной в пространстве Л2, и образует базис в пространстве Л2. Ну и, кстати говоря, исходя из того, что эта система полна в пространстве Л2, тоже можно сделать вывод о том, что в пространстве абстрактного Гильбертова вот эта вот система векторов, которую мы там построили, тоже полна. Вот вам еще одно доказательство, как бы так сказать, того, что это действительно реально есть базис в пространстве, в абстрактном Гильбертовом пространстве. Ну это красивая очень такая изящная тема. Можно про нее очень много говорить.